Итак, итак, эта женщина пришла ко мне и сказала мне, она ничего не сказала. Вы понимаете, когда люди верят, что сила Бога работает, то они ничего не говорят. И она просто положила сверток этот, прямо мне на стол. Там лежали мои библии, и она положила прямо на середину стола. И там было что-то завернутое в полотенце или в одеяло. И я посмотрел на это одеяло, и я посмотрел на мать, и я не знал ее. Конечно, она была одна из наших сестер, но я не знал ее. Но все знают меня. И когда что-то приходит ко мне, я, конечно же, участвую. Если у тебя есть вера, то она есть и у меня. Ты хочешь видеть дождь? Я знаю, как принести его. Это называется душ Святого Духа. Все знали, что я подниму этот сверток. И я хотел узнать, что там. И так он пришел в мой мир, и это моя задача, понять, что это внутри. Я поднял, он был достаточно тяжелый. Может быть, там была связка бананов. Я открыл, но нет, там не было связки бананов. Там был мертвый ребенок. Ну что ж, итак, что вы будете делать? Ну что, может быть, прославить Господа, и все будет хорошо. Но мне надо что-то более серьезное, братишка. Я работаю сейчас в ситуации, где чья-то боль, и кто-то страдает. И я оказался прямо лицом к лицу. И они принесли это мне, потому что думали, что я могу помочь. Ну что ж, они были правы. Как я вам уже говорил, что я хороший дедушка. И я так, я поднял этого ребенка, снял это полотенце, бросил на стол. И я посмотрел на мать, но она не смотрела на меня, она смотрела в стол. В пол. И так, я стал ходить взад-вперед, смотреть вокруг. И когда я в такой ситуации, то немногие могут смотреть мне в лицо. Потому что все шутки сразу уходят. Я теряю чувство юмора, и мне совершенно не до смеха. Когда вы держите мертвого ребенка на руках. И сейчас была моя ответственность поменять ситуацию, поменять обстоятельства. Вы понимаете, что кто-то попросил меня, вы понимаете, что это невозможно по ничьим стандартам. И так, у меня было совершенно не до шуток. Обычно я все время шучу, но не в этот момент, не в тот момент. И так, у меня мертвое человеческое создание на руках. И я не знаю, что с этим делать. До того момента, когда вы читаете Библию, и там сказано, «Я положил мой дух на него. Я наполнил его мудростью. Я дал ему способность. Я дал ему разум. Я дал ему знания. И он обладает моим руководством». Моя Библия говорит, что «Господь сотворил мир». Итак, если Бог может сделать это, и если Бог во мне, что это значит? Что это значит? Почему это что-то находится очень далеко от вас, если вы, когда родились снова, это было вам дано? Почему вы думаете, что это далеко от вас, когда вы уже обладаете это? Потому что Иисус в этом. Кровь завета дала вам разрешение. Вам дано это, эти обетования. Итак, я держал этого ребенка, и я сказал, «Слушайте, я приказываю тебе подчиниться». Он был мертвый семь часов. Вот так. И я сказал матери, «Итак, возьми...» Я сказал его матери, «Возьми его, он живой». Но для меня, мне он казался еще мертвым. Но его отец поднялся, и он плакал, и я сказал, «Возьми его». Господь воскресил его из мертвых. Но мне он казался мертвым. И я просто его протянул и отдал ему. И он смотрел на меня довольно пристально, около минуты. И он, наверное, думал, то ли зарубить меня на месте, то ли поверить. Но он решил поверить мне. И истина в том, что я был прав. И это делает вас таким же, как я. Итак, он повернулся, и его жена подбежала. И он ей протягивает и говорит, «Здесь ваш сын, мой сын, воскресший из мертвых». А теперь она стала смотреть на меня. Но вы знаете, когда мать в такой ситуации, ну, если там бабушка или мать, если они отчаянны, то вам нужно бояться. Потому что Господь защищает своих детей. И так она протянулась, и она посмотрела на меня и сказала, «Спасибо». И когда она дотронулась до этого ребенка, и все, можно было, надо было только это слышать. И как только она его схватила, и она закричала, ребенок закричал. И так он вернулся к жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому